Что лучше вместо шоколада кушать? Спасибо. Спасибо большое. Просто люди переживают, совсем отказаться от сладкого, видимо, не могут. И хотят узнать, что есть из такого вкусного, но чтобы это не было вредно. Да, шоколадки, либо вот эти конфетки, можно синизить на продукты с более низким гликемическим индексом. Это, например, сухофрукты, пастила, орехи, фрукты. Кстати, я пью чай без сахара. Правильно делаю, да? Да. Нам остается пожелать только вам здоровья. Спасибо. Следите, я имею в виду нашим зрителям, ну и вам, конечно, безусловно, тоже. Следите за своим самочувствием и при первой необходимости, при первых симптомах обращайтесь к врачу. Сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. Это болезнь настоящая пандемия 21 века. Согласно последним исследованиям, этим недугом страдают около 7% населения нашей планеты. Как и почему возникает диабет, какими симптомами заболевание проявляет себя и можно ли его избежать. На эти и другие вопросы мы сегодня постараемся получить ответы в программе «Главные новости». Здравствуйте. И я представляю вам Илюзу Абдрахманову, врача-эндокринолога городской поликлиники номер 7. Илюза Ельшатина, здравствуйте. Добрый день. Так вот скажите, а почему диабет вдруг стал пандемией 21 века? Что это за такая болезнь страшная? Сахарный диабет – это заболевание, при котором повышается уровень сахара в крови и дает своего рода осложнение. К сожалению, его стало очень много в связи с тем, что многие жители ведут, во-первых, неправильный образ жизни. В ней имеется много пациентов, у которых имеется ожирение. И в связи с тем возникает нарушение углеводного обмена, и которое, в свою очередь, уже приводит к возникновению данного заболевания. То есть люди много едят сахара? Не только сахара. Ну, углеводов. Да, углеводов, которые приводят уже к накоплению избыточного веса. Я хочу сразу сообщить нашим зрителям, что, как и обычно, мы сегодня проводим опрос на нашей странице ВКонтакте. А звучит этот вопрос следующим образом. Сколько ложек сахара вы кладете себе в чай? Одну, варианты ответов. Две, три, больше трех. И я вообще пью чай без сахара. Кстати, я пью чай без сахара. Правильно делаю, да? У нас есть видеосюжет о том, как проводили день борьбы с диабетом. Давайте его посмотрим, а потом продолжим наш разговор. Фирюзе Шайдулиной 10 лет, половину из которых она живет с диагнозом сахарный диабет. За это время она самостоятельно научилась измерять уровень глюкозы и себе же делать укол. В свободное время Челнинка любит рисовать и ни в чем не видит трудностей. А сложности бывают лишь с высоким сахаром, признается девочка. Вот тут я могу смотреть свой сахар. Он сам находит отсюда. Я отсюда могу смотреть тоже свой сахар, когда мне показывают так. Сейчас падает. Карина Шайдулина, мама Фирюзы, занимается организацией подобных мероприятий. И как координатор помогает семьям, где есть ребенок с сахарным диабетом. Я сама по себе активный человек и хотела свою активность, так как не работаю и занималась в основном ребенком, хотела спустить свою энергию, альтруизм, свое правильное русло. Мы четыре мамы собрались, у нас четыре координатора, и скооперировали с такое сладкое сообщество. Наибольшей сложностью для больных с сахарным диабетом является расчет инсулина для еды. Первое время трудность, то, что самой надо было сделать себе, инъекции, сахар мерить. Ну, то, что надо было считать еду порционно каждый раз. Постоянно следить за сахаром, постоянно взвешивать еду и постоянно подкалывать инсулин и рассчитывать его на еду. Жажда, потеря веса, слабость, вялость и утомляемость – первые признаки сахарного диабета, говорит детский эндокринолог. Распространённость заболевания – это идёт только в сторону родственников. Если сравнить с 2016 годом, вот, например, в год заболевало всего 16 человек на 100 тысяч детского населения. Вот за 22-й год у нас заболело детей 22, 28 на 100 тысяч. Всего в Татарстане 835 детей болеют сахарным диабетом. 240 из них живут в набережных Челнах. Яна Вальдюм, Ленар Султанов. Новости Татарстана. Юлия Зайшатна, вот мы только что посмотрели сюжет и увидели совсем маленьких детишек, которые уже больны с сахарным диабетом. И все они выглядят, в общем, вполне себе здоровыми, но в смысле того, что у них нет никакого ожирения и никаких других проблем, видимо, с питанием. Давайте определимся сразу, каких видов бывает диабет? Диабет бывает нескольких типов. Самые, наиболее частые из них – это диабет первого типа и диабет второго типа. Первого типа – это вот как раз… Да, первый тип, при первом типе диабета полностью перестает вырабатываться собственный инсулин. Это уже врожденно? Это врожденно, либо… То есть чаще всего он встречается у лиц моложе 30 лет, и как раз при дебюте заболевания имеется либо нормальная масса тела, либо, наоборот, худощавые пациенты. При диабете первого типа, когда вот инсулина получается в организме, нет, и как раз развивается он с яркой клинической симптоматикой. То есть человек резко худеет, усиленная сухость во рту, жажда, резкая слабость. А при втором типе диабета инсулина в организме может быть и достаточно, однако нарушена чувствительность. То есть клетки и ткани организма не чувствуют вот этот инсулин, который вырабатывается. То есть второй тип – это приобретенный диабет? Приобретенный, да. Пациенты, у которых имеется данное заболевание, диабет второго типа, они старше 40 лет в основном. То есть есть, конечно, исключения. Развивается, то есть вот да, старше 40 лет, он характеризуется более скутной симптоматикой, поэтому и выявляют его намного позже. То есть выявляют либо по результатам анализов, либо тогда, когда уже возникает осложнение заболевания. Всем ли грозит жителям нашей планеты диабет в определенном возрасте или его каким-то образом можно избежать? Нет, естественно, всем диабет не грозит. Вот я вот помню просто всех своих бабушек и вообще знакомых пожилого возраста, и практически все пили вот какие-то таблетки от диабета. Ну, там раз в день или, может быть, какой-то таблетки. Ваши бабушки и дедушки, да? Да, да. То есть, ой, меня напугали, значит, у меня тоже будет диабет. Нет, если, в принципе, вот вести здоровый образ жизни, то есть если у вас не будет ожирения, лишнего веса, если вы будете заниматься физической активностью, у вас будет здоровое питание, то вполне возможно преодолеть... То есть не все, допустим, не все, кто достигает там 60-70 лет, обязательно должны страдать от отсутствия инсулина? Нет, конечно. Не все. Инсулин – это что? Инсулин – это гормон, который вырабатывается под желудочной железе, он высвобождается в ответ на поступление глюкозы, то есть он снижает уровень глюкозы в крови. А почему он перестает вырабатываться? Вот, смотря от типа. При первом типе его вообще нету, это уже связано с генетическими какими-то дефектами. Это да, пока исключим первый тип, давайте по-профессору и говорим. При втором типе возникает инсулинорезистентность, то есть инсулина в организме много, наоборот, как раз поступает глюкоза слишком много в организм, чрезмерное употребление сахара, например, и инсулин высвобождается в ответ на это, даже в огромных количествах, однако клетки и ткани, они не чувствуют вот этот инсулин, и поэтому сначала он вырабатывается, 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 изнашивается, и потом уже может привести к тому, что инсулина тоже не остается. То есть получается это как наркотическое средство, да, когда происходит привыкание, и необходимо все больше и больше употреблять того или иного нехорошего вещества, чтобы добиться эффекта. Да, а потом уже может быть такое, что вот и при втором типе инсулин вырабатывался, вырабатывался, его уже нет, запаса нет, и, к сожалению, приходится переводить пациентов на инсулинотерапию. А что делает эта таблетка? То есть это получается искусственный инсулин, который... Да, но это не таблетка, это получается уколы, делают инъекции. Ну разные варианты же есть, и в таблетках, по-моему, тоже. В таблетках его, то есть лечат препаратами тогда, когда инсулина еще есть в организме. Если инсулина в организме нет, то есть запасовый сулит практически нет, либо прям на истощении, то уже только инсулинотерапия. То есть других средств для лечения диабета нет. Чем опасен диабет? Диабет поражает многие органы. А каким образом вот он поражает? Ну вроде просто инсулина же нет. Глюкоза токсичность получается. Глюкоза бьет, например, по нервной системе, получается у нас возникает диабетическая полинееропатия. Она характеризуется таким симптомом, как онемение, снижение зябкой, снижение чувствительности, ощущение ползания мурашек в ногах, бьет по почкам, снижаются функции почек, возникает диабетическая нефропатия. Также кровеносные сосуды сердца, которые уже приводят к грозным осложнениям, это как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда. По глазам, когда нарушается кровоснабжение сосудов сетчатки. То есть это происходит и в первом диабете первого вида, и второго? Да, и второго. При первом типе, там из-за того, что вот ярко всё, остро начинается, мы сразу приступаем к лечению, и уже при правильном подборе терапии, инсулинотерапии, можно компенсировать сахар. То есть если диабет компенсирован, если уровень сахара находится у нас в пределах нормы, целевых значениях, да, можно избежать возникновения данных осложнений. А при втором типе, как раз-таки, человек не знает про свой диагноз, не компенсирует повышенный уровень сахара, и это приводит уже к осложнениям. А как выявить диабет? Есть ли простое и доступное средство, чтобы понять, что ты либо уже болен, либо на грани этой болезни? Да, естественно. Это простой способ измерения глюкометром сахара в домашних условиях. Сейчас как раз, видимо, на мониторах, видимо, этот процесс и проходит, да? Да, да. Либо вы можете подойти в поликлинику, там вот диспансеризацию проводят раз в год, ежегодно, каждому человеку, которому исполнилось 18 лет. То есть простое исследование измерения глюкозы в крови. Также измеряют гликированный гемоглобин – это биохимический показатель, который отражает среднюю концентрацию глюкозы в течение трёх месяцев. Там уже не скажешь, что я там шоколадку съела, поэтому сахар высокий. То есть это уже точно показывает, есть диабет или нет. У нас есть вопрос от наших зрителей. Добрый день. Слушаем вас внимательно. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Я бы вот хотела узнать, чем можно заменить сладкое, к примеру, шоколад, там разные пирожные, чтобы снизить риск развития диабета. Что лучше вместо шоколада кушать? Спасибо. Спасибо большое. Просто люди переживают, совсем отказаться от сладкого, видимо, не могут. И хотят узнать, что есть из такого вкусного, но чтобы это у меня было вредно. Да. Шоколадки, либо вот эти конфетки можно снизить на продукты с более низким гликемическим индексом. Это, например, сухофрукты, пастила, орехи, фрукты, не считая, конечно, банан, арбуз, ананас, дыня. В них, конечно, содержится очень огромное количество углеводов. Вот. И овощи. Ну, овощи, ну да, овощи. А вот, как известно, да, все, что вкусное, все, что сладкое, все, что самое интересное, это всегда, как обычно, бывает все вредным. А самое пресное, это бывает полезным. Каким образом, вот вы сказали, что необходимо правильное питание, ну, помимо того, чтобы не есть шоколад и много сахара, что еще необходимо включить в рацион, какие действия предпринять, какие физические нагрузки себе дать, чтобы избежать возможности вот этого заболевания? Во-первых, физическая активность, это не означает, что прям целый день в фитнес-залах зависать, а хотя бы минимум 30 минут в день выделять спорту. То есть хотя бы пешая ходьба, скандинавская ходьба, это уже пациентам подходит, людям, которые в пожилом возрасте, например. Или либо 150 минут в неделю, это уже по клиническим рекомендациям доказан, вот такой норматив. Плюс питание должно быть сбалансированным, рациональным, в тарелке присутствовать должны обязательно овощи, кретчатка, белки. Вот эти быстрые углеводы, сладкие конфеты, печеньки, их заменять лучше на более сложные углеводы. Вот сейчас мы как раз видим все те продукты, которые рекомендуются к употреблению, для того, чтобы, во-первых, избежать диабета, а в случае, если вы его уже получили, чтобы минимизировать последствия. Да. У нас еще один телефонный звонок. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Мария. Дело в том, что такое произошло, что моего племянника, восьмилетнего, не так давно укусила собака. А после чего сразу как-то реактивно у него развился сахарный диабет, врач утверждает, что на фоне стресса. Скажите, пожалуйста, разве такое бывает? Спасибо. Кстати, действительно очень необычная ситуация. Может ли после укуса собаки и испытанного стресса возникнуть диабет? Ну, именно после укуса нет. Просто, видимо, у этого ребенка уже как бы генетические были повреждения. Вот этот стресс, внешний фактор просто усугубил. То есть, в любом случае, уже генетически уже должно было быть возникновение данного заболевания. Вот этот стресс, укус собаки просто ускорил этот процесс. Вот как раз сейчас у нас на кадрах видна схема, чем опасен диабет. Это одна из главных причин смертности в мире. Риск инфаркта и миокарда выше в 6 раз. Риск инсульта выше в 3 раза. Одна из основных причин слепоты в зрелом возрасте. Я не понимаю, вот это ко всем этим страшным заболеваниям приводит всего лишь повышение в организме глюкозы? Каким образом это возможно? Ну, потому что сахара много в организме. И уже, то есть, он бьет по всем органам. Например, на кровеносные сосуды повышается уровень глюкозы, нарушается всасываемость вот этой глюкозы и приводит уже к нарушениям сердечно-сосудистым осложнениям. В основном, да, ко всем этим заболеваниям может привести диабет, к сожалению. Но если вовремя начать лечение, вовремя его компенсировать, можно избежать данных осложнений грозных. Раньше диабет, ну, лет 50 назад, это был как приговор. Ну, уже заболевание, которое приводило неминуемо к тем или иным осложнениям. Сейчас, насколько продвинулась наша медицина, в том числе и фармакология, насколько можно, вот, ну, мы знаем даже, что люди с ВИЧа живут вполне нормальной жизнью, не испытывая никаких неудобств, помимо того, что им необходимо принимать определенные таблетки. А вот с диабетом можно ли полностью исключить всех рисков, если ты встал на учет в врачу и получаешь всю необходимую медикаментозную помощь? Да, то есть, во-первых, конечно, это все зависит от пациента, то есть 80% успеха зависит от самого пациента. Если будет соблюдать диету, контролировать свой уровень сахара и принимать те препараты, которые прописывает врач, таких препаратов сейчас очень много, они по-разному работают, то есть нацелены все на снижение глюкозы, либо на лечение вот этой инсулинорезистентности. И, в принципе, если придерживаться всех вот этих правил, можно компенсировать диабет, то есть держать уровень сахара в целевых значениях, целевые значения это показывает тот уровень сахара, который не бьет по органам, то есть не дает вот этих осложнений. Хоть сахар оптимальный в крови, если вот взял вот этот глюкометр и сделал небольшой анализ. Это у здоровых, вы имеете у здоровых людей? Да, у здоровых. До шести? До шести. Если 6,5, уже стоит беспокоиться или же идти к врачу, или же не страшно? Если 6,5, это еще не диабет, но преддиабет. Все-таки в любом случае нужно... Ну а вдруг я просто перед тем, как сдал кровь в глюкометр, съел что-нибудь сладкое? Ну вот поэтому нужно, чтобы избежать вот все-таки вот таких ложноположительных результатов, все-таки нужно сходить к специалисту и выяснить причину, почему у вас вот... Либо вы там поели что-то там, либо стресс какой-то у вас был. Но выявить причину, для того, чтобы выявить причину, в любом случае нужно все-таки... Давайте еще раз все-таки про диабет второго типа. Вот я уже взрослый человек, в зоне риска, как вы сказали, после 40 уже все в зоне риска. Как я должен почувствовать, что мне необходимо все-таки пойти к врачу, или взять домашний глюкометр и сделать экспресс-тест? Что у меня должно происходить? Человека должна насторожить такие симптомы, как сухость во рту, жажда, ученое мочеспускание в ночное время, может быть, слабость, постоянная вялость, утомляемость, постоянное ощущение чувства голода, снижение зрения, может быть, такое... Эти симптомы, они должны быть все в совокупности или по отдельности? Нет, может быть, один даже из этого, может быть, несколько. То есть не обязательно, чтобы все вот эти все вышеперечисленные симптомы должны быть одноразовые, все одновременно. Хотя бы если один из этих симптомов присутствует, желательно... Ну, я уже три насчитал, и мне стало страшно. Но необходимо, видимо, уже идти к врачу. Да, но не то, что к врачу. Вот вы можете, каждый пациент, каждый человек раз в год может пройти диспансеризацию, это все совершенно бесплатно. Там как раз исследуется уровень глюкозы. А вот вы в поликлинике работаете, я часто слышу, что приглашают на диспансеризацию, а я всегда боюсь там большие очереди, или это как-то легче проходит? Ты не потеряешь три дня, сидя в коридорах? Сидя нет. Нет, не потеряешь. Там вы приходите сначала к своему терапевту, вам дают направление на все эти обследования. Если вы пришли с утра натощак, то есть как бы голодными, вы можете в этот же день уже пройти исследование до обеда, и уже там либо вечером, либо на следующий день результаты вашего анализа готовы. Хорошо. Давайте подведем итоги нашего голосования. Сколько ложек сахара вы кладете себе в чай? Одну, почти 11%, в две, 32,5%, в три, 16%, больше трех, 2,7%, и я пью чай без сахара, 37,84%. Сколько ложек необходимо оптимальный класть чая? Желательно без сахара. Без сахара. 37% так и делают, дорогие друзья, и вы поступаете абсолютно правильно. Нам остается пожелать только вам здоровья. Спасибо. Следите, я имею в виду нашим зрителям, ну и вам, конечно, безусловно, тоже. Следите за своим самочувствием, и при первой необходимости, при первых симптомах обращайтесь к врачу. Вы смотрели главные новости, мы сегодня говорили о сахарном диабете. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова